МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И вот лишь некоторые темы выпуска. В «Армавире» директора одного из предприятий подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам. Анна Мельченко подробнее. Зайчик на пальчик и многие другие. Армавирских детей учат создавать игрушки собственными руками. На таком мастер-классе побывала и Юлия Чернышева. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил «Армавир». Он провел в нашем городе совет по промышленности. В заседании также принимали участие заместитель главы региона Сергей Алтухов, члены совета, руководители органов исполнительной власти края и главы муниципалитетов, представители промышленных предприятий. В ходе совещания были подведены итоги развития промышленности региона за 2016 год и прошедший период текущего, а также обозначены задачи на 2017-2018 годы. Также Кондратьев посетил ряд предприятий города. Подробнее о визите смотрите в одном из выпусков нашей программы. Руководитель одного из предприятий в «Армавире» несколько месяцев не выплачивал своим сотрудникам заработную плату, за что теперь может поплатиться не только штрафами, но и свободой. За решеткой мужчина может провести до трех лет. По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере производства кабельной продукции, в период с сентября 2016 года по апрель 2017 года в полном объеме не выплачивал заработную плату пяти подчиненным. При этом возможность погашения задолженности у него имелась, однако деньги расходовались на иные цели. 9 августа 2014 года в полном объеме по городу «Армавире» в основном подъеме на комитетическую операцию по празднику «Армавире» в отношении руководителя одного из предприятий города «Армавире» в основном уголовном объеме отописано как поступление, предусмотрено в участие 2 статьи у 40 статьи 3. В настоящее время установлена сопровожденность по выплате заработной платы свыше 250 тысяч рублей. Опасное место. На перекрестке улиц Ефремова 30 лет победы в «Армавире» стали чаще случаться дорожно-транспортные происшествия. От мелких механических повреждений авто до смертельных исходов. Свежи недавние воспоминания о ДТП с участием мотоциклиста и водителя иномарки. Оба погибли на месте. Третий участник аварии был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами. А пару дней спустя на том же перекрестке было зафиксировано еще несколько аварий. Обошлось без жертв. Аварийную ситуацию на дороге создает и здешняя растительность. Кусты на обочине – загораживающий обзор. С такими жалобами в редакцию программы «Твои новости» обращаются местные автолюбители. Они хотят привлечь внимание власти города к проблеме безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Ефремова 30 лет победы. Пока не произошло очередной беды. Куклы-монстры, барби и роботы. Современные игрушки чаще пугают, а не развивают. Некоторые родители все чаще выбирают для своих детей кукол хендмей, сделанных своими руками. Рукотворные тряпичные игрушки на Руси и развлекали, и оберегали. Создавая их, дети приобщались к труду – рукоделию. Изделия были абсолютно безопасны в применении. На одном из таких мастер-классов по изготовлению тряпичной куклы побывала и наш корреспондент Юлия Чернышева. Кручу-верчу, создать хочу рукотворных тряпичных кукол учат создавать армавирских школьников в доме музея Савыдангулова. Такой мастер-класс стал популярным среди местных детей и проводится здесь регулярно по многочисленным просьбам посетителей. Сегодня ученики начальных классов унесут домой своего зайчика на пальчики, сделанного без помощи иголки и клея. Такую куклу много веков делали русские мамки и няньки своим малышам. И это не просто игрушка, это оберег. Как и у всех русских национальных тряпичных кукол, у зайки нет лица. Считалось, что делать куколке его нельзя, опасно. Ребенку одевали игрушку на пальчик, и зайка всегда с ним. Я буду его считать своим другом и зайца счастьем. Я подарю самому племяннику. Он еще маленький. Сегодня я впервые делаю что-то искание в жизни. Сегодня я делала зайку, мне очень понравилось. Я его считаю другом, с которым можно поспать, поиграть, взять его с собой всегда, куда хочешь. Такой обычный зайц, простой такой вот. Но мне очень понравилось это делать. Я раньше на таком не был мероприятии, ни на каком-то таком. А что больше всего понравилось? Ну, вот то, что я самостоятельно свою игрушку сделала. Ты его кому-то подаришь или оставишь в своей игрушке? Да, младшему брату своему подарю. Сегодня считается, что работа над такими куклами дарит детям не только положительные эмоции, но и развивает у них мелкую моторику, мышление и фантазию. А заодно дети знакомятся с историей своего народа через игрушки их предков. Мы рассказываем историю этих кукол, историю русских народных кукол. Это такое вот своеобразное путешествие во времени. Мы вспоминаем, чем играли наши пра-пра-пра-пра-бабушки, прадедушки в те далекие времена. Какие у них были игрушки. И это не только были игрушки, они имели разные значения. Тема действительно очень популярная, интересная. И сделать какую-то простую игрушку – это несложно. Но и не так затратно. Это всего лишь один лоскуток ткани, кусочек ватки небольшой и нитки. Все, больше ничего не надо. Вот, например, на зайчика на пальчик. Хендмейд набирает популярность у армавирских школьников. А научить их этому готовы в Доме музея Савы Данголовым. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Золото, серебро и бронза в копилке армавирцев. Достойные результаты в разных видах спорта показали как мужчины, так и представительницы прекрасной половины человечества. Анна Мельченко продолжит тему. Армавирская спортсменка завоевала бронзовую медаль на финальных соревнованиях легкоатлетов в рамках 8-й летней спартакиады учащихся России. Состязания проходили со 2 по 4 августа в Майкопе. В них принимали участие более 500 спортсменов со всех уголков России. Сборная Краснодарского края заняла первое почетное место. Наша спортсменка Анастасия Еремянс, входившая в состав сборной, в личном зачете показала третий результат. Наши шахматисты вновь одержали победу. На этот раз в Блиц-турнире по шахматам. Соревнования проходили 6 августа в Армавире. Среди мужчин золотую медаль завоевал Кирилл Гладков, став на первую ступеньку пьедестала. Серебро досталось юному спортсмену Осману Пшмахову. В возрастной категории до 13 лет. С 4 по 6 августа в Санкт-Петербурге состоялся всероссийский турнир по женской вольной борьбе на приз олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. В составе команды Краснодарского края приняли участие две армавирские спортсменки. Анастасия Карлова и Анастасия Аладжева. В результате Карлова в весовой категории до 40 килограммов завоевала бронзовую медаль. Став на турнире третий. Анна Меченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. На этом у меня все. Далее традиционный метеопрогноз. В студии была Марина Юрченко. До скорой встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды Гюзела Классик.